Здравствуйте! На связи Татьяна Чиронова. И в этом видеоуроке я покажу вам, как загрузить к себе на компьютер, установить и пользоваться прекрасной программкой для редактирования фотографий от компании Google и Кассо. На самом деле, эта программа умеет не только редактировать фотографии, она еще поможет вам создать слайд-шоу с музыкой. В ней вы сможете сделать калаш, а также навести порядок в своих фотографиях на вашем компьютере. Ну и, конечно же, вы сможете делиться изображениями в социальной сети Google+. прямо из этой программы. Для того, чтобы перейти на страницу, где можно загрузить бесплатно эту программку, вам нужно в браузере набрать вот такой вот URL PicassoGoogle.com. Под кнопочкой «Загрузить Пикассо» написано, что она подходит для Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Я только что благополучно загрузила ее на ноутбук с операционной системой Windows 8, и она там точно так же прекрасно работает. Итак, нажимаем на кнопочку «Загрузить Пикассо». Сохраняем ее в удобном для нас месте на компьютере, там, где нам ее легко будет найти. Я обычно сохраняю на рабочем столе. И пошла загрузочка программки. Все, программка загрузилась. Загрузочный файл весит всего лишь 16 МБ. Кликаем правой кнопочкой мыши по значку закачанной программки. Запускаем это имени администратора. Разрешаем внести изменения на компьютер. Принимаем лицензионные соглашения. Если хотите, можете его сначала прочитать. Но, как правило, его никто не читает. Выбираем папку «Установки», кликнув на кнопочку «Обзор». Или принимаем то, что уже выбралось на программу. Диск «С», программ «Файлис». Установить. И ждем, пока пройдет копирование файлов «Пикассо». И теперь появилось окошечко завершения работы мастера установки «Пикассо 3». Создать ли ярлык на рабочем столе? Да, оставляем галочку. Добавить ярлык на панель быстрого запуска тоже оставляю. Задать Google как поисковую систему помолчания в Internet Explorer. У меня стоит Яндекс. Поэтому галочку эту я снимаю. Отправлять Google анонимную статистику. Используя мне эту галочку, я тоже снимаю. Ни к чему это делать. И запустить «Пикассо» оставляю. Потому что мне вам нужно показать программу. Жму готово. И все. Программка сразу же в меню запустилась. И задает мне вопрос. Искать фотографии только в моих документах. В моих рисунках и на рабочем столе. Некоторые, я знаю, загружают туда рисунки. И второй запрос. «Поиск всех фотографий на компьютере». Выбираю этот параметр. Так как у меня фотографии хранятся на разных жестких дисках. И не волнуйтесь, когда программа будет искать фотографии. Она не копирует и не перемещает их в другие папки. И мы сможем выбрать те папки, которые будут отображаться в «Пикассо» с помощью инструмента «Менеджер папок». «Меню инструмента» вот здесь. Жмем «Продолжить». Далее у нас открывается окошко конфигурации программы «Пикассо». Здесь мы можем выбрать файлы, которые у нас будут открываться в «Средстве просмотра для фотографий» программы «Пикассо». Можем снять галочки или отместить. Еще имейте в виду, что изображение с расширением GIF, анимацию «Пикассо» не поддерживает. Я нажму «Готово». Здесь нам предлагают включить автозагрузку, чтобы все фото и видео автоматически добавлялись в закрытый альбом Google. Мы сможем открыть их с любого устройства и поделиться ими, когда захотим. Мне это не нужно. Я буду сама выбирать, что и когда мне загружать. А если вас эта функция устраивает, то нажмите «Настроить» и программа вам подскажет, как это сделать. Но имейте в виду, что вы нечаянно можете отправить какую-либо интимную фотографию, которая не предназначается для просмотра кем-то посторонним. Но решайте сами. Я нажму «Сейчас» и меня автоматически перекидывает справочная служба компании Google, где рассказывается все об этой программе «Пикассо». Можете положить себе закладочки и открывать, если вам что-то будет непонятно. Либо можете в самой программе нажать на справку, выбрать справочный центр, либо нажать клавишу «F1» в программе и вас перебросит на ту страничку, которую я только что открывала. А программа в это время просканировала мой компьютер. Она продолжает сканировать. И я могу видеть все фотографии в интерфейсе программы. С левой стороны расположены все папочки, нажимая на которые, я могу открывать изображение из этой папки. А сейчас я покажу вам менеджер папок, в котором мы сможем выбрать, какие папки будут сканироваться, а какие папки нужно удалить вообще из программы «Пикассо». Вот инструменты менеджер папок. Если вы хотите, чтобы какие-либо диски не участвовали в этом сканировании, то нужно их отметить вот этим красным значком, удалить из «Пикассо». Например, у меня отмечен таким образом диск «С» и еще один резервный диск. Чтобы отметить таким образом диск, надо выделить его, выбрать значок и кликнуть на чекбокс «Значка». Тогда он отметится нужным нам значением, то есть удалить из «Пикассо» я отметила на документах или сканировать один раз. Здесь есть еще такой значок «Всегда сканировать». По умолчанию он стоит на рабочем столе в разделе «Мои фотографии» и «Мои документы». Чтобы посмотреть остальные папочки, нужно нажать на треугольник нужного нам диска и выбрать папки, которые мы хотим либо удалить из «Пикассо», либо хотим всегда сканировать. Точно таким же образом мы их отмечаем. Нажимаем «Ок». И при следующем открытии программы все изменения вступят в силу. Жмем «Ок». В программе существует два режима отображения папок. Все папки у нас расположены в левом столбике. В данный момент включена структура дерева. То есть папки здесь располагаются по уровням, а также есть маленькие скриншотики находящихся там изображений. Но в этом режиме мы не видим системные папки программы «Пикассо». А для того, чтобы увидеть системные папки программы «Пикассо», нажимаем на этот значок. И у нас здесь отображаются проекты. Если вы только что установили программу и ничего еще там не делали, то скорее всего этого раздела «Проекты» у вас не будет. Но он будет в дальнейшем, когда вы будете делать скриншоты программы «Пикассо», коллажа и фильмы. То есть слайд-шоу с музыкой. Кроме того, что в одноуровневом режиме отображаются системные папки программы «Пикассо», здесь очень удобно наводить порядок. Потому как папки здесь группируются в хронологическом порядке. Для того, чтобы папки отображались в хронологическом порядке, вам нужно нажать «Вид», «Библиотека», «Порядочить по дате создания». А если мы хотим, чтобы старенькие файлы поднялись у нас наверх, нужно нажать «Обратный порядок». Тогда они надо будет прокручивать вниз, чтобы найти ненужные изображения и удалить их. Прежде чем избавляться, я советую вам нажать правой кнопочкой мыши по изображению или по папке и кликнуть «Найти на диске». Так как неизвестно, что это за папка и к чему относятся эти изображения. Если же вы поняли, что папка или эти изображения вам нужны, то вы можете их смело удалять. Чтобы удалить изображение, выделяем его. Для этого кликаем левой кнопочкой мыши и жмем на клавиатуре кнопку «Делейт» либо правой кнопочкой мыши. Выбираем «Удалить с диска». Утверждаем, что все изображение удалено. И найти вы его теперь сможете на своем компьютере в корзине, если вдруг захотите восстановить. И почти те же самые операции мы можем производить и с папками. Кроме перетаскивания из папки в папку. Кликаем правой кнопочкой мыши, либо здесь, либо здесь. Первая строчка – «Изменить описание папки». Здесь мы можем поменять название и поменять дату создания папки. Тогда она поднимется вверх у нас в программе «Пикасси». Название папки изменилось. Далее мы можем выбрать все фотографии папки. И, например, перетащить в какую-либо папочку, если мы их захватим левой кнопочкой мыши. Отменяем выделение. Кликаем «Отменить выбор». Либо вот здесь вот показаны горячие кнопки «Ctrl D» на клавиатуре. Можем переместить в коллекцию эту папку. Коллекции эти созданы только лишь в программе «Пикассо». Это экспортированные фотографии, те, которые были отправлены в социальную сеть Google+. Мы можем переместить коллекцию в папки. Можем переместить в скрытые папки. Либо создать новую коллекцию. Пишем «Коллекцию». И теперь, если мы спустимся вниз, мы увидим новую коллекцию. Вот она, эта папочка наша переместилась в новую коллекцию. Но на диске она осталась там же, где и была. Изменить порядок сортировки. Можем скрыть папку. Кликаем «Скрыть папку». Теперь папка «Скрыта» и находится в разделе «Скрытые папки». Нажимаем. А в скрытую папочку я ввела пароль. И вот мы видим ту папочку, которую я переместила в скрытые папки. Можем поменять порядок сортировки папки. Найти на диске. Я вам уже показывала. Кликаем, и папочка откроется. Удалить из «Пикассо». Можем переместить папку. Кликаем, убираем в окне папочку, куда мы хотим ее переместить. И в этом случае она уже переместится на диске в другую папку, а не в программу «Пикассо». И совсем удалить папку. И если мы кликнем на этот значок, то мы удалим папочку с диска. Также мы можем целую папку загрузить на Google Plus Photo. Для этого кликаем по этому значку. Откроется окошечко, где мы можем создать новый альбом или оставить таким же названием. Можем поделиться с нашими друзьями в социальной сети Google Plus. Для этого нажимаем сюда. И выбираем тот круг, с которым мы будем делиться. Либо не выбираем никого. И тогда эта папка разместится в нашем скрытом альбоме. Кликаем «Добавить». И идет добавление. Так как я уже выполнила вход, отменю «Удалить версию альбома спрашиваю». Удаляю. А если у вас вход еще не выполнен, точно так же нажимаем на правую кнопочку мыши на папку. Загрузить на Google Plus Photo. Открывается окно входа в аккаунт Google. Пишем сюда электронную почту, пароль. Нажимаем «Войти». И после этого произойдет то же самое, что я только что показывала. Итак, в этом видеоуроке я показала вам, как скачать, установить и настроить программу Пикассо. А также показала, как находить и избавляться от старых изображений на своем компьютере. В следующем видеоуроке я покажу, как редактировать изображения в программе Пикассо. Если вам понравился видеоурок, то подписывайтесь на мой канал. Сделать это можно кликнув по окошечку в середине экрана. На этом я свой видеоурок заканчиваю. Желаю вам всего доброго. До встречи в новых видеоуроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!